приветствую вас друзья рынок все-таки постихоньку приходит в себя после случившегося на этой неделе расколбаса связанного с решениями центральных банков неделя безусловно по итогу все же находится накануне очередного негативного закрытия это понятно что все на жестко отрицательные территории для фондовых инвесторов основные индексы уолл-стрит европы в четверг вновь обновили соответствующие свои годовые минимумы при этом крупнейшие мировые технологические компании флагмана рынка такие как amazon apple просели соответственно 3,7 на 4 процента мета платформс на 5 процентов тесла на 8 с половиной процентов за четверг только но и многие другие акции роста оказались в числе крупнейших неудачников недели в то же время общие понижательные настроения на рынке замедлились в некоторой надежде на способность федрезерва все же противостоять своими недавно принятыми денежно-кредитными мерами подъемом ставки сокращение баланса противостоять нарастающим как снежный ком инфляционным процессом во все более хрупкой мировой экономике то что фррс решительно повысил ставки по федеральным фондам на три четверти процента соответствии собственным к тому же официальным прогнозом дотплоте который обозначен довести обязуется целевой диапазон процентных ставок до уровня почти в два раза выше это скорее как позитивный сигнал что федрезерв готов что-то делать воспринимается как вы знаете предполагается что достигнут будет на диапазон 3 25 3 с половиной к концу 22 года поставки и до трех и восьмидесятых процента в двадцать третьем году то есть и там еще пара повышений это отражает но решимость финансовых властей сша если не победить инфляцию то по крайней мере что-то для этого сделать или продемонстрировать активность рынке это вывело из совсем уж такого болотообразного состояния плюс состоялся синхронный шаг довольно неожиданный со стороны швейцарского нацбанка который повысил ставки вдруг на пол процента это стало сюрпризом прибавил собственно сам швейцарский франк это которые власти явно сдерживали до этого отпадения интервенции но и это способствовало отскоку в целом по доллару то есть например мы видели что не только там индексы прибавили от дна где-то порядка там уже почти двух процентов там остановились но и валюты откатили то есть вот благодаря собственно говоря подъема штава ставок брюссельскими швейцарскими гномами удалось подсластить горькую пилюлю от слишком маленького нерешительного шага который сделал банк англии в тот же день четверг он всего лишь на четверть процента повысил ставки хотя многие думали что они последуют примеру федорезерва что они дадут хотя бы пол процента пообещают больше но ничего подобного цб англии он ограничился еще одним крайне небольшим компромиссным повышением правда в пятый раз подряд но в сумме то это дало чуть более процентов на самом деле немного и на самом деле странно выглядят когда двузначные цифры инфляции в ценных производителей по многим уже параметрам других товаров услуг они не воспринимаются на британских островах как упреждающий сигнал бедствия на который стоит решительно отвечать но вот этот шаг британцев он понизил моментально курс фунта на сто с лишним пунктов они вновь уже были готовы тестировать уровни 1.20 или около того но вот разворот по франку настроений по крайне в моменте развороты сейчас не говорю большой картине это вряд ли но в моменте он помог и другим европейским валютам появились какие-то надежды и на то что может быть все-таки другие центробанки через месяц-другой одумаются и в принципе снизилась роль доллара как защитного актива в моменте в результате даже фунт смог перевернуться в воздухе нарисовать движение до 1.24 европейская валюта из области нижней которая тестировала медленно но настойчиво тестировал 0.350-0.4 она пришла к ближайшему сопротивлению 0.550-0.6 такая восходящая волна но на этой восходящей волне все в принципе пока и закончилась возможно что развития серьезного этого и не будет потому что принципе оба обе валюты конкурента доллара они столкнулись конечно при подъеме на вот этих вот аптеках с волной встречного движения продавцов буквально через несколько часов то есть фунт уже ниже 1.23 евро спустилась тоже на 50-60 пунктов вот на момент этой записи общее настроение на валютном рынке все-таки скорее всего продолжит складываться в пользу доллара по стольку поскольку как защитный актив именно с более высокими ставками доходности его воспринимают там видите скоро будет уже там три с половиной а то и 3.8 ставка ну а в европе ничего подобного пока не предвидится вот но как бы то ни было как бы то ни было все эти такие отчасти хаотичные изменения перетряска так скажем валютной корзины в ответ на различных действий центробанков с учетом еще и долгожданной хотя бы какой-то вербальной интервенции от банка японии где я на то немножко набрала ход все это подняло так сказать акции золотых активов фьючерсы на золото они потихоньку начали набирать обороты правда пока не могут пересечь такой водораздел в 1850 за унцию но вполне возможно все-таки преодолеют золото последнего время вы знаете что не справлялась с задачей стать реальным противовесом инвестиционному в казначейских облигациях доходность там подскочила стремительными темпами но другой стороны доходность не так и высока в казначейках как могла бы быть но по сравнению с инфляцией она еще очень и очень далеко поэтому мы видим что собственно и потенциал вложений все-таки в казначейские бумаги бегство от рисков он остается ограничен и вынуждает искать различные альтернативы скажем по казначейским бумагам сша по десятилеткам три с половиной отметки коснулись но уже спустились до трех и двух десятых никак не так выгодно как хотелось бы значит ищут альтернативы в том числе ищут недооцененные акции вот один из примеров боинг акции боинга выросли на восемь с половиной процентов за эту неделю но то есть это как бы сильно недооцененные акции плюс к тому что пошли новости от china southern airlines компании которая объявила что проводит снова тестовые полеты 737 боингов впервые с зимы они это начали делать стало сигналом что возможно поставки самолетов скоро вернуться в китае вернуться к идее закупок боинга вот прибавили некоторые компании ориентированы на потребителя с низким так скажем уровнем расходов готовностью к низкому среднему чеку такие как макдональдс например да и китайские некоторые эмитенты которые катился на ул-стрит подросли то есть там соответственно перспектива что все-таки закончится вот эти тиски финансовых репрессий против крупного бизнеса видим что эти компании да они тоже со всеми вместе упали там какие как алибаба например да но всплывают они быстрее других то есть в среднем есть как видите такие позитивные корпоративные истории или моменты когда акции явно воспринимаются как недооцененные пусть это не долгосрочные истории но все-таки интенсивность общего медвежьего давления на фондовый индекс это снижает так что несмотря на риски сползания к сценариям рецессии из-за всех этих резко выросших издержек производителей нефти дорогой видите на вот 115 с половиной показал уже снова 120 то есть и продолжают давить вверх все это как бы могло бы рынке повергнуть уже давно и состояние свободного падения но саморегулирующиеся самоорганизующиеся механизмы рынка они удерживают его от этого потому что инвесторам нужно за что-то цепляться нельзя продать все и не находиться ни в чем в данном случае даже кэш не приносит напрямую достаточного дохода поэтому в данном случае это хорошо что есть такие механизмы рынок не утратил своих то скажем регенерирующих способностей к балансу некого самоуправления помимо того что могут предоставить или не могут предоставить ему центробанки как финансовые регуляторы робкая надежда также на геополитическом фронте обозначилась но во всяком случае здесь мы исключительно можем кормиться слухами домыслами вот допустим известное немецкое издание дюэлт распространила слух о том что совместный визит канцлера германии олфа шольца президента франции макрона и премьер-министра италии марио драги в киев которых вы знаете состоялся мог в принципе сопровождаться не публичные зондажом такой попыткой все-таки убедить власти киеве начать переговоры с россией то есть не публично за занавесом за закрытыми дверями вот ходят слухи что об этом могла идти речь то есть украине предлагается публично какие-то обещания которые пока непонятно может явлево по выполнить плане статуса кандидата или кандидатов кандидаты членов ес помощь если это можно назвать помощью потому что если военные гриб то она только затягивает абсолютно конфликт и приносит ненужные никому жертвы вот но при всем при том вполне возможно что все-таки главным посылом почему лидеры европейских стран туда приехали ну да макрона понятно у него выборовается в эти выходные второй тур там у его партии но помимо этого все-таки понесенные странами европы ущерб экономический из-за связанного с украиной кризиса он все увеличивается компенсировать его все труднее рост экономики фактически остановился если уже не является отрицательным в реальности рекордные показатели инфляции не реагировать санкциями они себе позволить не могут не сохранив лицо но тем самым ухудшается экономическая ситуация вот в частности вот в италии упоминает девелл что ситуация наиболее напряженная что драги должен быть заинтересован особенно чтобы кризис как можно скорее закончился потому что помимо предельной долговой нагрузки на высших уровнях еще производительность экономики да если она не восстановится то на карту просто может быть поставлена финансово да и политическая стабильность снова страны которая только-только так сказать вот стала подконтрольна в плане назначения драги такому единому какому-то общее европейскому мейнстриму после многочисленных смен глав правительства которые все знают вполне возможно что идея вот правителей собственно говоря европейских стран которые приезжали в киев состоит в том что может быть все таки уговорить киев точнее наверно стоящий чтобы те соответственно как-то стоящих за ним американцев дали им понять что все таки правильнее сесть уже за стол переговоров пойти на некие территориальные уступки пусть там даже объявив их там временными для себя еще чем-то но тем самым положить конфликт конец конфликту в шпоре которым явно украинская сторона проигрывает поэтому может быть что вот ради сохранения экономики европы зеленского убеждает чем-то подобным слухи по рынку эти пошли и вот может быть это тоже придало некий дополнительный вес как единой европейской валюте в моменте так и целым фондовым индексом но при всем при том конечно вот это вот игра эр слов так называемых эрвордс которую часто сейчас цитируют имеется ввиду и карри восстановления и ресешен рецессия спад она конечно не прекращается и вся по сути динамика рынка она крутится вокруг темы все таки вот эта рыночная турбулентность крутится вокруг темы будет ли в итоге переход к рецессии или же в экономике дадут шанс возобновить восстановительный рост после пандемии который только-только набирал ход говорить сейчас о том что какие-то шаги центральных банков способны наверняка там справиться с инфляцией ну наивно просто из инфляции если может угаснуть то уж наверняка не из-за того что компании станут дороже кредитовой да может быть поменьше денег пойдет в черные дыры в том числе в банковскую сферу в том числе и рынка меньше достается благодаря этому но при этом если кредитование будет дороже для основных субъектов бизнеса то к чему это приведет ну к тому что их и так разросшие затраты совершенно не по этим причинам внешним которые вот пауэлл обозначил в пресс-конференции как внешние силы external forces только что не назвав их темными и злыми как-то их сглаживать по идее нужно да помогать бизнесу тем самым давая льготные кредиты или более дешевый доступ к деньгам если же он будет более дорогим но сейчас вынуждены его давать то в принципе это скорее там задержит его зарплат тот же не будет роста зарплат значит не будет возможности употребить или опять же тратить в среднем больше денег то есть у кого-то будет у кого-то нет будут по-прежнему откладываться там покупки долгосрочных товаров каких-то более дорогостоящих вещей ну и соответственно как это может вытянуть экономику куда-то вверх поэтому в принципе действия необходимые по повышению ставки не могут деньги отдаваться за бесценок при том что кругом инфляция да но при всем при том насколько это поможет выручить из ситуации с учетом ее причин то есть заключается совсем другом это разумеется остается вопросом отсюда и общий негативный фон рынка чтобы его переломить но нужно и время и нужно какие-то убедительные вещи пока что пока что все еще остается актуальным как хеджевые позиции европейских индексов так и в целом осторожное отношение к покупкам любых рыбых активов покупать если что-то имеет смысл на краткосрок правило или наоборот на очень долгую перспективу но с пониманием что даже то что в течение там трех дней или пару недель способна расти из акции или из других активов может спокойно через сам прошествие чуть более долгого времени стоит ниже прежде чем со временем она вернется на нормальный уровень